В неделю рано Зилья Копала Всем привет! Сегодня поговорим о новом В неделю рано Зилья Копала Этот украинский сериал написан по мотивам писательницы Ольги Кобылянской Той самой, которая писала о парне по имени Грыть, которому не нужно ходить на вечеринки Но не те, что вы подумали, а гуляния на празднике Ивана Копала, потому что его отравят. Но здесь сценаристка, она же писательница Ирэн Раздобудько, решила все подстроить и растянуть эту историю на более чем 20 серий. О чем этот сериал и стоит ли его смотреть? О нем почти ничего не понятно Какой будет детальный сюжет, можно только догадываться. А пока мы расскажем вам об оригинале, повести Ольги, а потом уже за просмотром сериала можно будет найти различия и схожести А история о молодом парне по имени Максим, который приехал по рекомендации своей знакомой Любы в село Русалина, чтобы узнать старинный украинский быт и традиции. Сама же Люба была безразлична ко всему этому занятию, кроме Макса. Вот он-то и был ее возлюбленным. Эта задумка была ей на руку, и она надеялась провести больше времени с любимым, в надежде, что он полюбит ее, но этому не суждено быть. Вы узнаете, что ее будет ожидать и кто с легкостью украдет сердце Максима. Помимо наших молодых, здесь уже пристроился авторитетный цыганский барон по имени Раду. Он занимается предпринимательством, продает то, что ему приносят его друзья с Венгрии, а также взимает налоги с кочевых подопечных цыган, которые занимаются гаданием и воровством. Три года назад он влюбился в молодую цыганку Мавру, которая была единственной дочерью овдовевшего Андронати. У этого мужчины была мечта стать скрипачем, о которой знал Раду и купил своему будущему тестю место в местной филармонии. Это было все задумано для того, чтобы Андронати отдал ему свою дочь. Как можно отказать такому заботливому зятю? Конечно же, тот согласился. Несмотря на то, что Мавра любила местного студента-медика, она соглашается пойти против своей воли, но опасаясь нарушить цыганские обычаи. Вроде как должна быть свадьба, море веселья, а позже куча цыганских детей. Это было бы в другой истории. Здесь же Мавра в городе встречает своего врача и беременеет от него. Вот здесь и начинается фильм. Начало фильма. Зима 1988 года. Мавра рожает белого ребенка и это приводит Раду в ярость. Собирается цыганский совет по команде Раду, на который был вызван отец виновницы. Вердикт таков – лишиться ребенка. Ничего не поделать. Цыгане слепо следуют традициям и считают ребенка позором, потому что тот иного рода. Как бы там ни было, никто из цыган не хочет пойти под суд за криминал. Тогда Раду бросает пачку долларов на ковер. Кто подберет, тот и будет убивать ребенка. Вы, должно быть, подумали, что все цыгане будут драться за деньги, а отец Мавры опечаленно стоять в сторонке. Мы вас шокируем. Деньги забирает именно он. Вот предатель жадный, можно было бы подумать, но не спешите. Он сделал это ради спасения ребенка, и грязные деньги ему вовсе не нужны. Более того, он, поблагодарив Раду, бросает их в костер. Покидая цыганей, он приходит в дом, где лежит избитая Мавра с ребенком, берет малыша на руки и идет в лес. Не спешите фантазировать, как жестоко он его там убьет. Опять промах. Андранати идет степью, лесом и приходит в чужое село, заходит в хлев к богачам и оставляет его. Спустя годы. В семье Михаила Дончука праздник. Подарили сыну Грише новый мотоцикл, так как тот любит технику и музыку. Все в округе успели увидеть обновку и даже позавидовать. Именно завистники оповещают Гришу о тайне неизвестной только ему одному. Он приемный ребенок. Гриша остро воспринял эту новость. Садится на мотоцикл и мчится вслепую. И конечно же попадает в аварию. Попав в больницу, Гриша знакомится с единственной дочерью Иванной Дубихи, Татьяной. Вернувшись домой после учебы и неудачного романа с женатым профессором, Татьяна больше ни с кем не хочет знакомиться и наш герой не исключение, хоть и вернул ее к жизни. Татьяна обрела себе подругу, цыганку Мавру, которая вылечила пациента, когда традиционная медицина была бессильна. Она одинокая, потому что сын умер при родах, а вскоре и муж умер. А у Гриши есть подруга детства и все знают, что они пара. В этом треугольнике нужно разобраться и понять, кого выбирать. Андронати советует Грише, как поступить. Татьяна рассказывает Мавре о Грише и цыганка вспоминает о своем сыне. Праздник Ивана Купалы. Все собираются у озера, чтобы праздновать и ворожить. Настя и Татьяна встречаются на противоположных берегах и не знают друг друга. Гриша приходит к Мавре погадать, что ему делать, кого выбрать, но имени своего не называет. Цыганка советует не любить черноглазую, а обратить внимание на блондинку, то есть бросить Татьяну. Это все по мотивам повести Ольги Кобылянской, но каким же будет сюжет фильма? Насколько разный у них сюжет? Это все мы узнаем, посмотрев премьеру на телеканале 1плюс1. Сюжет интригует и надеюсь, что скучно никому не будет. Приятного просмотра!